Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Влад Кадони сообщил, что пропадет из эфиров. Несколько дней назад Влад отметил маленький юбилей, ведь уже целых пять лет он является ведущим скандальной телестройки и за этот срок собрал огромную армию фанатов. Однако Ксения Бородина и Ольга Бузова не желают признавать тот факт, что бывший участник давно отобрал у них статус главных, поэтому не стесняются оставлять на мужчину всю свою работу, отправляясь в бесконечные отпуска, а также гастроли. А вот бывший участник Рустам Колганов утверждает, что стремление Влада днем и ночью вызвано желанием как можно больше заработать, ведь ведущим платят за количество отснятых эфиров, поэтому неоднократно между Кадони и Черкасовым возникали споры на эту тему. Но даже неутомимый Влад нуждается в отдыхе, тем более он уже несколько раз переносил свой отпуск из-за нерадивых коллег, которые в самый разгар пандемии отправились в Куршавель, после чего две недели были вынуждены находиться в самоизоляции по требованию Роспотребнадзора. И именно сейчас, когда большая часть жителей нашей страны вынуждена сидеть дома, Кадони тоже последует их примеру, но ведущий сразу уточнил, что это не карантин, а долгожданный отпуск, который он ждал еще с февраля. Его ничуть не смущает, что не сможет отправиться в путешествие, а все дни проведет в своей квартире. Наоборот, Влад жаждет побыть наедине с собой, своими питомцами и любимыми сериалами. Кроме того, пора уже вернуться к роману и заканчивать его писать. Шекспир написал короля лир во время чумы, сидя дома. Я, конечно, не он и вряд ли смогу повторить успех его пьесы, но что-то в этом сравнении однозначно есть. Не болейте, сидите дома и пусть вся эта зараза обойдет вас стороной. Поделился неожиданными подробностями ведущий Дома 2. Мама Анны Левченко появилась на поляне Дома 2. Отношения Валерия Блеменкранца и Анны Левченко переживают не самые лучшие времена. Влюбленные регулярно ссорятся, а Аня, к тому же, не единожды порывалась покинуть Дом 2 и расстаться с Валерой. Помочь паре вызвалась Марина Левченко. Женщина приехала на проект, чтобы дать советы дочери и потенциальному зятю, а заодно и познакомиться с последним. Судя по анонсу будущего эфира, сама Левченко-старшая убеждена, Валера и Аня испытывают друг другу искренние эмоции, а все ссоры связаны в первую очередь с их вспыльчивыми натурами и притиркой характеров. Впрочем, Ксения Бородина с Мариной категорически не согласна. По мнению ведущей, о какой бы притирке ни шла речь, Аня явно перегибает, посылая бойфренда куда подальше. Денис Макраусов отомстил Алене Савкиной за изгнание с проекта. В минувшую субботу мы увидели изгнание Дениса Макраусова со съемочной площадки, слух о чем появился за несколько дней до этого. Алена Савкина все же добилась своего и избавилась от незадачливого ухажера, который должен был стать тем человеком, который восстановит ее репутацию. Однако получилось все совсем наоборот. Макраусов лишь укрепил уверенность публики в том, что молодая мамочка очень любит крепкие напитки, ночные клубы и весьма неразборчиво о мужчинах. Да и за легкодоступность ее осуждают не напрасно. И если раньше нас пытались убедить в том, что Алене просто не везло в любви, а Роман Макеев буквально спаивал девушку, то события последних недель показали, что Савкина способна хорошенько повеселиться и без бывшего любовника. При этом Алена не спешит выполнить свое обещание, ведь до того, как Денис появился на съемочной площадке, она самонадеянно заявила, что если с этим парнем у нее ничего не выйдет, то добровольно уйдет за ворота. Теперь же Савкина намерена найти себе другую любовь в рамках шоу и показать, что она умеет выстраивать красивые отношения. Однако Денис Макраусов сильно отличается от Романа Макеева. И если Макеев покрывал пороки своей избранницы, то незадачливый Денис рассказывает всю правду журналистам о том, кто такая Алена Савкина, при этом совершенно не церемонится с той, которая в один миг сделала его популярным на всю страну. Со мной она себя очень сильно закопала. Я для нее был белым листом, который мог бы все исправить ее жизни. Но человек живет проектом. Для нее главное хайп и движуха. Когда я пришел на Дом-2, она переобулась. Возможно, на проекте Алена какое-то значение имеет, но мне нужна девушка для жизни. Если выйти за периметр, она будет там никем. По факту я пожил с человеком и понял, что она из себя представляет. Признался уже бывший участник. Хотя ничего нового Домовского изданию он не поведал. Читатели лишь поздравили Макраусова с тем, что он вовремя избавился и от Алены, и от всей ее семейки. Роман Капаклы получил травму на острове любви. Рома вместе с другими участниками находится на шеллах. Парень отдыхает и занимается собственными делами, пытаясь развиваться и самосовершенствоваться. Так Роман придерживается определенного графика питания, в котором преобладает белковая пища. Во время приготовления утреннего омлета Роман неаккуратно разбил яйцо и поранил руку ножом. Рана была достаточно глубокая, но обращаться к врачам не пришлось. По словам парня, он не ожидал, что так получится, поэтому немного растерялся, когда увидел кровь. Однако, несмотря на это, Капаклы продолжил жизнь участника и отказался от медицинской помощи и освобождения от съемок. Рану Капаклы сам обработал и забинтовал, потому что его девушка Марина Африкантова не смогла помочь ему в этом. Андрей Черкасов сделал заявление, которым сильно подставил Влада Кадони. Андрей рассказал, что никакого романа между Владом и Ксенией Шиповал на самом деле не было. Именно поэтому эти проектные отношения так быстро закончились в реальной жизни. По словам Андрея, Кадони просто помог неинтересной участнице эффектно покинуть телепроект, а сам таким образом повысил внимание к своей персоне и поднял рейтинги реалити-шоу Дум-2. Также Андрей рассказал, что на самом деле Кадони очень давно любит свою соведущую, имя которой не назвал, но все все поняли. Теперь Владу придется оправдываться за сказанное коллегой. Майя Донцова призналась, что из-за гормональной терапии ее внешний вид становится все более страшным. Девушке не нравится, что она набирает килограммы стремительно. Майя переживает, что в ближайшее время она слишком сильно наберет вес и станет похожа на Сашу Черно. Девушка пытается заниматься спортом, а вот только результата это не приносит. Донцова, конечно, понимает, что и пока далеко до такого состояния, но все же переживает за внешний вид. Алексей Купин поддерживает Майю, стараясь ее успокоить. По словам молодого человека, ничего страшного в том, что Майя может несколько измениться? На самом деле нет. Он понимает, что все это ради рождения совместных детей, о которых он так мечтает. Ольга Рапунцель заговорила о рождении третьего ребенка. Оля твердо намерена стать многодетной мамой. Сейчас в паре подрастает двухгодовалая Василиса, а уже в ближайшие месяцы на свет появится еще одна наследница. Впрочем, на этом сама Оля останавливаться не намерена. Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Рапунцель искренне призналась, она мечтает о трех малышах. Вероятно, в планах звезды Дома 2 рождения сына. Ранее Оля не сомневалась, что же сейчас беременна мальчиком. К слову исследующего ребенка, Ольга не против родить и воспитывать под камерами. Рапунцель не скрывает, проект неплохо помогает всем семейным парам и особенно с детьми в материальных вопросах. Они с супругом хотят взять от шоу максимум. О недавней усталости от камер молодая мамочка уже успела забыть, когда на кону стоят большие деньги. Алексей Безус разрыдался, говоря о Милене Безбородовой. Участник Дома 2 страдает после расставания. Леша не смог сдержать эмоций, вспоминая отношения с Миленой. Мужчина объяснил, почему не ушел за ней с проекта. Безус расплакался в студии шоу Бородина против Бузовой, когда речь зашла о его бывшей девушке Милене Безбородовой. Мужчина попытался объяснить, почему не ушел с проекта вслед за ней, несмотря на свои чувства. «Я понял, что Милена – это тот человек, у которого есть много качеств, близких мне, но я не смогу с ними совладать. Моя жизнь сильно поменялась после потери брата. Это очень сложно», – поделился Безус в слезах. Однако не все герои Дома 2 верят Леше. Валера Блюменкранц высказал мнение, что Милена любила Безуса, а он ее нет. Илья Ябаров заявил, что ненавидит людей, которые хайпуют на расставаниях. А ведущая телестройки Ольга Бузова посоветовала мужчине начать отпускать Безбородову, если он точно решил, что не сможет с ней быть. Илья Ябаров уличил Юлию Белую в занятии с кортом. Мужчина обвинил участницу проекта в торговле телом. На шоу «Бородина против Бузовой» Илья заявил, что до прихода на проект Юля Белая была далеко не скромной девушкой. Ябаров не скрывает, что ненавидит Белую. Сейчас, когда девушка в паре с Олесей Семеренко держит в страхе весь остров любви, он не взлюбил ее еще больше. Сегодня на шоу «Бородина против Бузовой» Илья обвинил участницу проекта в оказании эскорта слуг. Юля начала возмущаться. «Илья забыл, что у меня высшее образование, художника-дизайнера. Ты не имеешь права на меня клеветать. Тебе какая разница? Если у тебя это больная тема, сходи к психотерапевту. Эскортом я не занималась». О том, что в прошлом Юле много темных пятен, поговаривали уже давно. Еще в прошлом году Жене Ромашову доносили, что девушка, похоже, не настолько чиста, какой себя позиционирует. В мае 2019 года в сети появились доказательства того, что Белой есть что скрывать. Тогда в распоряжении Дом-2 Лайфру оказались снимки, на которых Юля в обнаженном виде позирует для фотографа. Причем фото были сделаны явно не для личного архива. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok